Всем добрый день, дорогие друзья! В эфире племянница министра обороны России Андрея Рымовича Белоусова, Наталья из Америки, и это я. Хочу сейчас лично обратиться, превселюдно, публично, к своему дяде Андрею. Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев российские военные выпустили 38 ракет, 30 из которых были благополучно сбиты. А 8 полетели в жилые дома, детские сады, бизнес-центры, в подъезды, а также одна или несколько из ракет разрушили самую большую детскую больницу Украины. Эта больница находится в Соломинском районе, там, где жила я 10 лет назад. Я со своим ребенком-инвалидом. Я туда приходила много-много раз, чтобы мои малышки сделали какие-то очень важные тесты, чтобы проверить ее на синдром Дауна. Слава Богу, не нашли у нее такого синдрома. Но в этом районе, в Соломинском, продолжает жить и работать твой брат, твой двоюродный брат. И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, в этом есть твоя вина и твоя причастность. В прошлом обращении я тебе говорила о том, что знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай вообще о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться. Вчера погибло в моем городе 4 ребенка из-за того, что ты запустил туда ракету. Как ты думаешь, какая карма у тебя сейчас? Что тебя ждет в будущем? Дядя Андрей, не усугубляй, я тебя прошу. Ни к чему хорошему это не приведет. Тебе лично это не даст ничего ровным счетом. Ты не станешь здоровее, ты не станешь богаче, ты не станешь счастливее от того, что дети в Украине будут продолжать погибать. А если погибнет твой брат, я тебе этого не прощу никогда. И ты об этом, думаю, будешь очень сильно сожалеть. Хоть ты никогда не был близок к нам, хоть мы с тобой никогда не общались. Сейчас я даже и не жалею об этом, если честно. Я просто тебя призываю. Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. И остановись, пожалуйста, остановись. Перестань посылать своих сограждан на верную смерть. Тебе это не надо, поверь. Я не знаю, что тебе еще сказать. Позавчера мы видели, как залетает ракета здесь, в Америке. И знаешь, какая была первая мысль? Потому что она полетела в Кремль. Мы все искренне желаем, чтобы наконец-то Кремль остановил и прекратил свою террористическую деятельность. Не так нас воспитывали, не этому нас учили, дядя Андрей. Вспомни школу, вспомни политинформацию. Российский народ, он же такой честный, такой сострадательный, он хочет помогать всем. Что вы творите сейчас, дядя Андрей? У меня нет просто слов, когда я увидела вчера новости. Человек без ноги разгребает завалы. Человек на протезе. Ногу он потерял тоже в боях там, под Бахмутом или еще где-то, неважно. Так не должно быть, дядя Андрей. Не должно. Подумайся. В тебя верю. Твоя племянница за Невики. Так как у меня нет прямого контакта с моим дядей, который живет в Москве, я попрошу всех, кто смотрит это обращение, делиться видео в соцсетях. И, пожалуйста, расскажите всему миру о том, что у министра обороны России в Киеве живет брат воюрный. И также в Киеве похоронены его бабушка и дедушка, его тетя, за могилами которых продолжает следить мой отец.